Так, мне на самом деле досталась не самая благодарная тема в том случае, что мы уже будем обсуждать тех пациентов, у которых исход предопределен. Это пациенты, у которых болезнь диагностирована на этапе уже диссиминированной метастатической формы или в случае развития рецидива. И когда я думала, какой будет идея этой лекции, я подумала, что все-таки таргетная терапия или терапия направленного действия при раке щеки матки – это такая некая терра инкогнито для нас. И мы начинаем ее открывать для себя только буквально за прошедшие несколько лет. Ну и поэтому я решила предложить рассмотреть это по аналогии с картографией прошлых лет. Вот если мы посмотрим на этот слайд, это карта картографа Николя де Кавери, который нарисовал эту карту в 1452 году до открытия Колумба и Васко-да-Гамма. В этот момент, посмотрите, вот этот шарик, этот мир включал те континенты, которые знали, и в принципе для них этого было достаточно, потому что никакой новый континент не мог вместиться. То же самое, на самом деле, происходило до недавнего времени с такой опухолью, как диссиминированный рак шеки матки. Посмотрите, с момента начала появления химиотерапии и до 21 века у нас все находилось на неком плато. Продолжительность жизни этих больных составляла не более 10 месяцев. И сегодня обсуждалось уже о ответах на лечение при химиотерапии, но все публикации, которые мне попадались, к сожалению, были не такими удовлетворительными, потому что считается, что эта болезнь плохо отвечает на химиотерапию. И объективный ответ на лечение составляет в среднем около 30% случаев. Вот этот слайд очень любят показывать вообще по аналогии наши иностранные коллеги. Я решила показать, наверное, потому что это очень демонстративно. На чем здесь ждется вся вообще наша эффективная условно терапия? У нас есть с вами три основных столпа для лечения рака шеки матки. Это хирургия, естественно, лучевая терапия, два основных метода для этой болезни. Немножко занимает химиотерапия. И сейчас у нас появилось два новых направления. Это таргетная терапия и иммунотерапия. И вот я сегодня об этом хочу поговорить. А что будет дальше, кто его знает, называется, как это будет развиваться. Если говорить о таргетной терапии. Я здесь попыталась представить на слайде вообще, какие препараты активно изучаются. На самом деле каждый месяц можно добавлять новые молекулы, потому что на сайте clinical trial.gov постоянно появляются новые молекулы, которые изучаются в первых фазах, вторых фазах. Это наиболее такой спектр основных препаратов и основных исследований, которые изучаются. Но в первую очередь, конечно, будем говорить о ангиогенной терапии, потому что это наиболее такой нами познанный путь. И тот, который сейчас все-таки наиболее нам известен и развивался. Антиангиогенная терапия, именно этот процесс активации ангиогенеза для рака шейки матки очень характерен по двум причинам. Первый – это стандартный для всех препаратов. Это появление новых сосудистой сети за счет стимуляции эндотелиального фактора роста, эндотелино-сосудистого фактора за счет того, что он стимулируется самой опухолью, стромой вокруг нее, костно-мозговыми клетками, их взаимодействием, достаточно сложными взаимодействиями между собой, но это характерно для всех болезней. А что важно для рака шейки матки, потому что оказалось, что вирусная инфекция, персистенция вируса папиллома человека и их белки, основные – это белок Е6 и Е7, они запускают процессы, приводящие к усилению экспрессии эндотелиально-сосудистого фактора и, соответственно, стимуляции ангиогенеза. И вот этот путь и воздействие на это мишень является, наверное, одним таким актуальным и тем, о котором в первую очередь, наверное, стоит думать. И на основе этой базы было опубликовано, это сейчас единственное исследование третьей фазы по лечению рака шейки матки. Работа на самом деле интересная, ГОК-240. Интересна она тем, что здесь метастатические больные и больные с рецидивами разделялись на четыре подгруппы. Первая группа – это стандартный режим поклитоксил цисплатин. Вторая группа – это поклитоксил цисплатин и бевы-зузумаб. Третий режим – это поклитоксил и топотекан, то есть неплатиновая комбинация. И четвертый режим – это поклитоксил топотекан плюс бевы-зузумаб. Что важно? Основных три вопроса, на которые, мне кажется, для нас интересно, на которые ответило это исследование. Первый вопрос – может ли бесплатиновая комбинация быть эффективна так же, как платиновая комбинация? Можем ли мы назначать это? Ну вот в этом исследовании было показано, что если смотреть на время допрогрессирования, всё-таки у пациентов с режимом цисплатин поклитоксил, кривая идёт выше, и цифра составляет значение времени допрогрессирования выше, эти данные статистически значимы. Однако, когда посмотрели на продолжительность жизни больных, а это был окончательный инфоид в этом исследовании, данные полученные статистически незначимы, хотя медиана продолжительности жизни больных с режимом цисплатин поклитоксил несколько выше, чем поклитоксил топотекан, но это говорит о том, что у нас есть некая альтернатива в том случае, если мы не можем использовать платиновые комбинации. Второй вопрос, который всех интересовал – что даёт добавление бевоцезумаба к терапии? Оказалось, что время допрогрессирования при добавлении бевоцезумаба, неважно какой химиотерапии, платиновой или бесплатиновой, увеличивает время допрогрессирования с 6 до 8 месяцев, эти данные статистически значимы. Но что самое главное, оно увеличивает продолжительность жизни больных, практически до 17 месяцев. Это было первое исследование в онкогинекологии, где добавление таргетного агента увеличивало как раз продолжительность жизни больных, что потом и отразилось на изменении рекомендаций НСС, о которых поговорим позже. Непосредственно объективный эффект от добавления бевоцезумаба увеличился практически до 50%, а мы помним, что до этого мы обсуждали цифру максимально 36. Третий вопрос, который всех интересовал – хорошо, мы можем добавлять бевоцезумаб, тогда к какому режиму его лучше добавлять? Если посмотреть на комбинацию цисплатин-поклитоксел плюс-минус бевоцезумаб, то получается, что добавление бевоцезумаба увеличивает продолжительность жизни аж до 17,5 месяцев, и эти данные статистически значимы. Тогда как в комбинации с поклитоксел, то поклитоксел, эти данные также позитивные в том плане, что увеличивается медиана с 12,7 до 16,2 месяцев, но это говорит о том, что все-таки есть некое стремление только к достоверности, потому что P равняется 0,09. Но в любом случае эти результаты, конечно, позитивные и поразительные, потому что мы можем достичь выживаемости больных до 17 месяцев. Вот так представляется наша кривая, если мы добавляем исследование ГОК-240, и это нам дает некие преимущества, некий шаг, потому что мы стояли на самом деле в тупике, в лечении, системном лечении рака шейки матки, это нам дает какие-то альтернативы, и более того, позволяет нам дальнейшее изучение других агентов направленного действия, для того, чтобы понять, может быть, мы как-то так же можем увеличить, улучшить наши результаты лечения. Вот так теперь выглядят рекомендации на CCN после одобрения FDA. Первым режимом стоит комбинация с цесплатинным эпоклитокселом и бивоцезумабом. То же самое сейчас происходит также в рекомендациях Русска, где будет в первую очередь рекомендоваться вот такой трехкомпонентный режим для лечения больных раком шейки матки. Но теперь возникают некие вопросы после этого исследования у клиницистов. Что делать, кто в большей степени выиграет значение препарата направленного действия? Может быть, есть группа больных среди больных раком шейки матки, у которой наиболее эффективен будет бивоцезумаб, а у кого-то он не будет работать. Это мы не знаем, это надо проводить исследования. Второй вопрос – это длительность терапии. Что делать, если больная не может получать больше химиотерапии? Можно ли или нужно ли продолжать терапию, монотерапию в поддержке бивоцезумаба? Также открытый вопрос. Дальше стоит ли продолжать терапию бивоцезумабом при прогрессировании болезни, в последующем, как это бывает при других нозологиях, как мы знаем. И другой вопрос – кому проводить лечение? Потому что, естественно, в исследованиях включались больные с благоприятным прогнозом, больные без кровотечения, нарушение функции печени, почек, отсутствие фистулы и тому подобных осложнений, например, после лучевой терапии до этого. И вопрос остается, можем ли мы проводить лечение этим пациентам, или они находятся за бортом эффективной химиотерапии? В принципе, на этом можно было закончить, потому что для практической медицины это единственное, на самом деле, основное сейчас обсуждаемое в гинекологических кругах событие, которое было касающееся таргетной терапии. Но оставшееся время, которое мне предоставили, я решила посвятить тем тенденциям, которые на настоящий момент изучаются и которые обсуждаются. Во-первых, в 2014 году была опубликована интересная работа в журнале Nature по спектру генетических изменений при раке шейки матки, где показалось, что для аденокарцинома и для плоскоклеточного рака они все-таки немножко различны. И возможно, что в дальнейшем мы будем разделять эти болезни и лечить их по-разному. Это особенно касается, наверное, терапии направленного действия. Они, в принципе, характеризуются только в большинстве случаев наличие мутаций в гене Пикторисиэй. В остальном они различаются. Также было показано, что есть мутации, которые могли в дальнейшем приводить к уклонению опухоли от иммунного ответа. Также показано было, что иммунитет, а именно сигнальный путь интерферона, играет большое значение при ассоциированном раке шейки матки. Также мы говорим о активном участии пути сигнального ПИ-3КМ-ТОР. Поэтому авторы предполагают, что наиболее перспективными, дальнейшими изучаемыми возможными препаратами при наличии мутации это исследования с ингибиторами пути РББ-2, ПИ-3КМ-ТОР, мат-ингибиторы и тому подобные вещи. Год назад было опубликовано сравнение также генетических точечковых мутаций при плоскоклеточном раке аденокарциномии, где было показано, что, в принципе, одинаковые уровни Пикторисиэй мутации, однако отличаются они по КИРАС мутации. КИРАС мутации – это статистически значимые данные, встречаются больше при аденокарциномии, в отличие как при плоскоклеточном раке этих изменений нет. То же самое касается и GFR мутации, и потери ПТЭНа. Поэтому сейчас хочется сказать о тех исследованиях, которые потерпели, последних, которых мы ждали, наверное, которые потерпели либо неудачи, либо некие позитивные моменты, потому что, как я сказала, исследований третьих фаз больше нет, это исследования в дальнейшем только первых и вторых фаз. В этом году на АСКО мы все ждали исследования МИТО, итальянское исследование второй фазы. Это самое большое наблюдение по изучению цитоксимаба при раке шейки матки. 108 пациентов были включены в это исследование, сравнивался карбоплотинпоклитоксил и карбоплотинпоклитоксилцитоксимаб. И ничего не вышло. Опять, потому что это третье, по-моему, исследование второй фазы по изучению цитоксимаба, не было получено ни статистических значимых изменений для прогрессирования, времени для прогрессирования, продолжительности жизни больных. исследователи, конечно, сокрушились, но говорили о том, что будут обсуждать возможные маркеры эффективности, потому что они не оценивали, например, кейрас статус у своих пациенток. И в дальнейшем мы будем ждать сейчас другие исследования с аналогичной группой препаратов, это понитумаб и нематезумаб, в котором посмотрим, что будет дальше с этими лекарствами. Другая работа была на, я сама опубликована, это препарат цидиронид. Препарат интересен тем, что он тирозинкиназный ингибитор, ингибитор пути рецептора эндотериально-сосудистого фактора, о том, о чём мы говорили сегодня, потому что это путь активен, при котором свои позитивные результаты получил беватезумаб. И в этой работе метастатические формы рецидива также сравнивались карбоплотин-поклитоксил с цидиронибом versus карбоплотин-поклитоксил плацебо, исследование второй фазы. Они показали своё время до прогрессирования, у них было получено преимущество, оно статистически значимое, но, конечно, различия пока не столь значительные, всего 30-35 недель, но это сильно привлеченные больные. Хотя продолжительной жизни в этой фазе во второй не было статистически значимых преимуществ получено. Возможно, из-за того, что это не было конечной точкой, но они, по крайней мере, исследователи предполагают дальнейшее изучение цидирониба при раке шейки матки. И вот исследования, другие исследования вторых фаз. В основном это тирозинкиназные ингибиторы. И посмотрите, практически все также терпят неудачу. Гефетени и перлотениб с отсутствием объективного ответа. Вначале было позитивно интересное исследование МОНКО по сравнению позапониба и лопотенибер на различные сигнальные пути, влияющие. Но здесь получено статистически значимое различие во времени до прогрессирования, но эти различия меньше недели. По продолжительности жизни изначально были статистически значимые различия с преимуществом, но окончательные данные показали отсутствие различий в этих двух группах, поэтому это исследование также оказалось негативным. Препарат Сунитениб, также тирозинкиназный ингибитор, тоже проиграл при этой болезни. Единственное, на что стоит обращать внимание, мы сегодня говорили об активном пути 5-3К МТОР и препарат Тимзиролимус МТОР ингибитор, который показал объективных ответов всего в 3%, но в половине случаев, более чем в половине случаев был достигнут контроль болезни, около 57%, и возможно в дальнейшем этот препарат будет также изучаться при раке шейки матки. И теперь хотела перейти к теме иммуноонкологии, наверное, потому что это сейчас наиболее обсуждаемая тематика. На АСКО каждый докладчик пытался обязательно что-нибудь рассказать при иммуноонкологии, потому что это сейчас наиболее развивающееся направление, где получены потрясающие результаты при меланоме, например, и раке легкого. Для рака шейки матки в иммуноонкологии существует три основных направления. Это новые препараты таргетные, вакцинотерапия и еще одна работа – это изучение опухолинфильтрирующих лимфоцитов. Я не иммуноонколог, сразу говорю, но интересно тем, что, наверное, вы все это уже слышали много раз, что сейчас изучается взаимодействие между антигенопрезентирующими клетками и Т-клеткой активной, которые имеют с собой взаимодействие активирующий сигнал за счет рецептора CD28, за счет чего антигенопрезентирующая клетка представляет антиген Т-лимфоцитов, и за счет чего происходит его уже гибель, за счет действия Т-лимфоцита с гибелью опухоли клетки или клетки мишени. В случае, когда антигенопрезентирующая клетка соединяется с CTLA-4 рецептором на лимфоците в лимфатическом узле, происходит его блок и отсутствие его активного воздействия. Другая мишень – это рецептор программированной смерти PD-1 и его леганд PD-L1, который активно также изучается. Эти леганды находятся не только на опухолюх клетках, но и на дендритных клетках. То есть за счет соединения рецептора PD-1 с легандом происходит программированная смерть лимфоцита. Таким образом, рак шейки матки, мне кажется, иммунотерапия может иметь успех, потому что все-таки рак шейки матки связан с персистенцией вирусной инфекции, развитием воспаления. И вот я нашла работу, одну из показывающих механизмов уклонения опухоли от иммунного ответа за счет того, что нет сильного развития воспалительной реакции вокруг опухолевой клетки с персистенцией вируса, поскольку он находится в ядре. И за счет этого не созревает, нет сигнала для созревания антиген-презентирующей клетки для того, чтобы в дальнейшем послать сигнал на Т-лимфоцит, и он уже воздействовал на опухолю клетку. А дендритная клетка не созревает и тем самым, наоборот, запускает процесс программированной смерти лимфоциты. Это как одна из версий уклонения. Поэтому воздействие на эти рецепторы, мне кажется, при раке шейки матки может иметь какой-то потенциальный эффект. И вот в этом году на АСК показали исследование первой-второй фазы по препарату эпилемумабу, который является ингибитором CTLA-4, о котором мы говорили, то есть это о взаимодействии дендритной, то есть антиген-презентирующей клетки и лимфоцита. И посмотрите, здесь было получено, да, у предлечительных больных медиана времени до прогрессирования небольшая – 2,5 месяца, но, несмотря на это, частичный ответ составил около 8%, а стабилизация около 38%. И это интересно тем, что мы не воздействуем препаратами, влияющими на саму опухоль, то есть действием только на взаимодействие между лейкоцитом, лимфоцитом и дендритной антиген-презентирующей клеткой. И сейчас, если посмотреть на сайтах ТРАИЛГОВ, какие исследования ведутся, посмотрите, при раке шейки матки идут множество фаз исследований первых и вторых, и задействованы все рецепторы и анти-CTЛИ4, и анти-ПДЛ1, и анти-ПД1, и другие рецепторы, находящиеся на лимфоцитах и дендритных клетках также. Другая интересная идея – это вакцинотерапия. Я покажу на примере самой такой сейчас обсуждаемой вакцины, ADX-S11, это вакцина, где ее белок, он очень схож по структуре с белком Е7 для вируса папиллома человека, и они создают такой фьюжн, комбинируемый ген, соединяющийся с антигеном вируса папиллома человека, и в этой ситуации он легко узнает с антигеном презентирующей клеткой и дает свой сигнал на Т-лимфоциты, за счет чего происходит их взаимодействие с опухолевой клеткой и вызывающий лизис ее. Эта вакцина изучалась тоже, сразу говорю, у предлеченных больных, но интересная работа, она была на АСКО в прошлом году, когда изучали вакцину в монотерапии, либо вакцину с добавлением цисплотина. И вот в этой работе было показано, что вакцина в монотерапии работает аналогично, как вакцина совместно с цисплотином. При этом выживаемость больных однолетних составляла 32%, а объективный ответ в 11%. В принципе, неплохой результат для вакцинотерапии у сильно предлеченных больных, то есть стабилизация в 35%. И эта вакцина ушла теперь в исследование третьей фазы, GEOG0-265, и мы будем ждать результаты. И последнее интересное направление, на самом деле потрясающая работа, об этом сейчас очень много говорят при раке молочной железы, также. Это опухоле-инфильтрирующие лимфоциты, когда забирают опухоль и выделяют из неё окружающие лимфоциты, их выращивают в культуре и оценивают, тестируют их реактивность с белками Е6 и Е7. И в этом случае, если это позитивный результат, идёт размножение этого клона, Т-лимфоциты, то он вводится обратно пациенту. Интересная работа, она опубликована буквально в мае 2015 года в DCU, где пациенты получали, был получен полный эффект и стабилизация при использовании своих же собственных лимфоцитов, инфильтрирующих опухолей. В заключение хочется сказать, что таргетная терапия, как младенец при раке шейки матки, она делает свои первые шаги. В настоящий момент у нас есть достижение, и оно на самом деле огромное, потому что добавляя биовоцузумаб, мы получаем эффект в первой линии терапии. Мы сейчас начали активно изучать другие таргетные препараты, и у нас сейчас появляются новые опции, это иммунотерапия на основе тех биологических особенностей опухоли, которые у нас на сегодняшний момент есть. И после того, как в 1502 году Колумб и Васко Дагамо, каждый открыл свою Индию, картографа, которую выкрали из Португалии и увезли в Венецию, она там сохранилась, представляет уже мир совершенно в другом виде. Появились новые континенты, появилось очень много белых пятен. И у нас мы сейчас, мне кажется, в раке шейки матки находимся в такой же ситуации. Мы немножко приоткрыли эту завесу тайны в биологии этой опухоли, и у нас остается очень много вопросов, но и очень много надежд. Спасибо большое. Спасибо. Арсенка, спасибо за интересное сообщение.